Сейчас здесь пусто и тихо, только снег идет. Так выглядит излюбленное место омских барахольщиков сегодня, будний день. Своим раритетом они выходят торговать только по выходным, однако грядущие суббота и воскресенье станут для них последними. Конец эпохи октябрьской барахолки объявили сотрудники администрации города. Изначально на этой территории можно было торговать старинными, винтажными и антикварными вещами, либо предметами художественных промыслов. Но вместе с ними люди стали приносить и скоропортящиеся продукты, например, мясо и молоко. Не обошлось и без табака с алкоголем. Михаил Лебедев поделился цифрами. За полгода составили 18 протоколов. Только за последние полгода мы въяли алкоголь до 400 единиц. Это продукция незаконная по реализации. И табачные продукции до 1500 единиц. Это только за последние полгода. На базар все чаще стали жаловаться жильцы ближайших домов. Да и территория Блашиного рынка разрослась до самой проезжей части. По словам Михаила Щелконогова, многие торговцы располагаются даже на обочинах. Хотят торговать, ну как это понятно, поближе к дороге. Думая, что свои вещи они могут продать с гораздо большим эффектом, встав на саму дорогу и тряся ими перед лобовыми стеклами машин. Поэтому небезопасна стала эта торговля. И для как раз по дорожным правилам, правилам дорожного движения. Очень много нареканий было и со стороны водителей, и со стороны общественного транспорта, когда наши водители едут и жалуются о том, что невозможно проехать. Для сбыта подержанных вещей руководство Левобережного рынка «Торговый город» выделили площадку. Подъехать к злачному месту можно будет с трех сторон. Как пояснил заместитель директора рынка Александр Холубченко, торговать товарами бывшего употребления людям предлагают так же, как и на старой барахолке. По выходным с 8 утра до 8 вечера. Однако, если они захотят прийти в будни, рынок пойдет навстречу. По ходу поступления предложений, если люди изъявят такое желание, что они будут работать каждый день, значит, будем рассматривать вопрос. В торговом городе барахольщикам предоставят складское помещение. Свои чемоданы и коробки они смогут прятать в специальный контейнер. А вот прилавки или имитированные витрины можно будет перенести со старой территории. Ксения Бессараб, Юрий Дорошенко, Антенна 7.